Девушки отдыхают С тех пор, как стала знаменитой, давно не гуляла по улицам. Воздух такой приятный. А я часто брожу по улицам. Вернись в машину. Мне холодно. Я не хочу. Как хочешь. Если такая крутая, добирайся домой сама. А помнишь, как в школе Тянь много девушек называли тебя красавчиком Сью из-за твоей спиной? У тебя была такая аристократичная аура. Я помню тот раз, когда Либала преследовала тебя до мужского туалета. Если бы не появился классный руководитель, она бы туда вошла. Ладно. Ты не хочешь об этом говорить? Или боишься? Заткнись. Иногда мне кажется, что время летит так быстро. Тогда мы и представить себе не могли, какими будем сейчас. Ну верно. Скажи мне, в чём смысл жизни? Страдать. Неправильно. Избегать страданий. Пытаться не страдать – это настоящий навык. Давай погуляем. Посвящается молодости и любви, которые нахлынули словно прилив. После всех этих скитаний вы наконец-то вместе. Точно, Джан Ян. Я хотела спросить у тебя кое-что об этой девушке. Ся Цзэ Цзэ. Она работала у тебя моделью. Можешь дать её номер телефона? Теперь она известная художница. Она больше не работает для нас моделью. Но, наверное, это не главная причина. Я уверен. А что тогда? Думаю, кто-то разбил ей сердце. На что смотришь? Посмотри ещё раз, и я съём тебя. С этого момента ты её больше не фотографируешь, ясно? Тогда я найму тебя. Я проверю своё расписание. Твоё расписание теперь моё. Прощай, моя любовь. Йота, ты уже напился? Любовь моя. Он так плохо поёт. Он знает об этом? Прощай, любовь. Я с детства первый раз слышу, как он поёт. Танцуй, опьяняющая танго. Мили, почему ты всё ещё здесь? На. Это продукт для завтрашней рекламной съёмки. Массажная щётка для умывания. Я уже попробовала. Щётка очень хорошая. Попробуй и ты её сегодня. Настоящий артист должен пользоваться продуктом, прежде чем его рекламировать. Понятно? Сестра Хуань, я слишком устала. Мне не хочется двигаться. Можете отменить мои встречи на следующий месяц? Отменить? Ни за что. Но почему? Потому что, если не будешь продвигать себя как артиста, тебя сразу кто-нибудь заменит. Ну хорошо. Мими, я знаю, что это тяжело. Просто потерпи. Потом я попрошу дядю Чжао взять тебя в путешествие. Как тебе? Я не хочу. Поедем за границу. Я просто хочу отдохнуть. Хочу поспать. Мими, послушай. Пожалуйста, сестра Хуань. Не строй щенящие глаза. Вся Мими. Не хочу. Вставай. Как следует. Возьми. Что это? Продукт для рекламы завтра. Сумка. Держи. Я хочу спать. Стой твердо. Поспеши. И Мими. Не опаздывай завтра. Она не станет твоей спустя годы ожидания. Воробить женщин это одно. Только не воруй из банка. Помедленнее, помедленнее. Сегодня вечером не возвращайся в общежитие. Просто останься у меня на ночь. Ладно? А. Ладно. Что такое? Черный парень. Ты хороший. Конечно. Ты хороший человек. Хороший брат, да. Сегодня из-за твоего пения у меня закружилась голова. Если ты еще раз так запоешь, то я выгоню тебя. Выброшу тебя прямо на улицу. Я не знаю, что ты еще раз так запоешься. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Почему чёрный парень не пришёл? Вчера он много выпил. Есть партия товаров, которые нужно отправить. Дай мне, я позабочусь об этом. Ладно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кто вас впустил, уходите. Здесь расследование. Я живу здесь. Я никого не убивал. Эй, чёрный парень. Джан Ян! Это был не я. Помоги, не двигайся. Я не убивал её. Уведите его. Что происходит? Джан Ян! Джан Ян! Джан Ян! Спаси меня! Что происходит? Внутри проблемы. Вам нужно уйти. Не вмешивайтесь. Когда я проснулся сегодня утром, он спал. Последние пару дней он много работал, он устал, поэтому я хотел, чтобы он ещё немного отдохнул. Офицер, вы должны поверить мне. Он хороший человек и справедливый. Он не способен на убийство. Мы нашли блокнот в комнате жертвы. Там есть записи о нём. Та девушка, которая умерла, кажется, испытывала к нему чувства. Но он действительно презирал её. Он всегда очень нравился этой девушке. Но он не испытывал к ней интереса. Недавно к ней приходила группа людей. Они хотели, чтобы она им что-то отдала. У одного из них на руке была большая татуировка. В тот день там были только мы. Чёрный парень затащил меня в дом и велел не вмешиваться. Большая группа людей? Вы знаете, кто они? Не знаю. Эта зацепка очень важна. Когда именно это было? Как они выглядели? Сделайте для меня новые заявления. Я хочу спросить, когда его смогут освободить? Что вы думаете? На коже были его отпечатки. Это орудие убийства. Неопровержимое доказательство. Если хотите, чтобы он был освобождён, найдите ему хорошего адвоката. Если бы мы сегодня ушли попозже? Невиновные оправдываются. Должен быть выход. Мы с этим разберёмся. Я думаю, что сейчас самое важное – это найти надёжного адвоката. Думая о людях, которых мы знаем, похоже, только у Дзиан-Яси самые широкие связи. Давайте свяжемся с ней. Я всё ещё должен найти другой путь. Пошлите. Не волнуйся. Всё будет хорошо. Это я виноват. Если бы я попросил его выйти на работу, ничего этого не произошло бы. Полиции сказали, что моя зацепка очень полезна для дела. Я верю, что закон его оправдает. Почему ты не рассказала об этом? Я не подумала. Сделай для меня кое-что. Пятого числа каждого месяца переводи 3000 с этой карты маме чёрного парня. Чёрный парень – заботливый сын. Его мама не должна знать об этом. Хорошо. Алло? Чёрного парня арестовали. Как это произошло? Не паникуй, я всё узнаю. Спасибо. Он в порядке? Я не знаю, не могу встретиться с ним. Нам нужно на адвокат. Хорошо, я что-нибудь придумаю. Здравствуйте, учитель Джао здесь? Его сегодня нет. А где он? Мими заболела, он постоянно в больнице. Мими заболела? Все знают. Это первое живое исполнение группы «Галл» музыкальной темы из фильма. Вечером, когда был выпущен этот трек, он взлетел в чертах. Но жаль, что Мими здесь нет. Без Мими здесь есть ли что-то непривычное, Яси? На самом деле, очень непривычно, что Мими здесь нет. И я надеюсь, что она хорошо отдохнёт и поправится. Но я не против поработать одной. У госпожи вся астма. Низкий уровень сахара в крови. Она не ест. И её иммунитет слабый. В этом отношении мы должны быть осторожны. Мы не можем больше этим пренебрегать. Доктор, она в порядке? Больная ещё не проснулась. А кто это? Это её сестра, Ся-Дзи-Дзи. Доктор, у нас завтра важное событие. Есть способ, чтобы она это выдержала. Вы можете уйти? Ей нужен отдых. Пока она не поправится, никакие мероприятия посещать не будет. Спасибо. Хайшен, посмотри на это. Пойдёмте. Да, я ещё немного поспать. Хорошо. Я тоже уйду. Я тебя разбудила. А ты почему здесь? Почему ты не сказала мне, что в больнице? Сколько времени? В чём дело? Сестра Хань! Мими, ты проснулась? Как ты себя чувствуешь? Продержишься вечером? Зачем? Сегодня у Мими церемония награждения. Нет ничего важнее её здоровья. Сестра, я в порядке. Посмотри. Не двигайся. Приляг. Ты в порядке? Дзи-Дзи, давай это обсудим. Я знаю, что Мими больна. Но сегодняшняя церемония для неё важна. Если она не придёт, мы не объясним это фанатам. С больницей я договорилась. Там всё время будет врач. И я тоже. Получит награду и сразу вернётся. Пока я здесь, никто её не заберёт. Веди себя разумно. А если я настаиваю? Нет. Сестра Хуань, позвольте мне поговорить с сестрой. Ладно. Ты не сможешь меня остановить. Только попробуй. Это самая важная церемония года. Если я не пойду, Яси привлечёт всё внимание. Ся, Мими. Не будь эгоисткой. Я эгоистка? Я делаю это для нас. Думала бы о нас, была бы разумнее. У меня есть только ты. Если с тобой что-то случится, что я буду чувствовать? Мими, я тебя умоляю. Давай ты не пойдёшь, ладно? Я должна. Я ждала этого целый год, ты же знаешь. Ты одержима, Мими. Если хочешь изменить свою жизнь, дай мне достаточно свободы. Я не понимаю. Я знаю, тебе не нравится этот старик. Тебе не обязательно быть с ним ради меня. Мими, ты понимаешь, что говоришь? Сестра, я могу быть больной, но я не глупа. Даже если умру на сцене, я к этому готова. Не останавливай меня. Тебе незачем слишком волноваться. С Мими всё должно быть в порядке. С ней определённо всё будет в порядке. А если что-то случится, кто ответит? Ты? Или её агент? Никто её не принуждает. Она выросла и имеет право выбирать ту жизнь, которую хочет. Ты говоришь, что я слишком вмешиваюсь? Я не это имел в виду. Уже поздно, тебе пора. Я ещё побуду с тобой. Твоя жена тебя ждёт. У меня нет жены. Я в разводе. Ты не можешь об этом заявлять. Ты пытаешься спровоцировать меня сегодня? Извини. Извини. Прости. Прости меня. Спасибо, что пришли в ресторан «Зяо». У нас торжественное открытие. Сейчас мы перережем ленту. Давайте. Мими, Еси. Три, два, один. Спасибо. Спасибо, спасибо. Всем спасибо. Спасибо. Мими, сфотографируйся с Еси. Иди сюда. Давайте больше красивых фотографий. Опубликуйте больше новостей. Сегодня Мими приготовила для лучшей подруги Еси цветы. Мими. Поздравляю тебя, Еси. Спасибо. Давайте сделаем еще одно фото. Сестры вместе. Спасибо. И еще с сегодняшнего дня всем медиа-друзьям будет скидка 20%. Ладно? Хорошо. Всем спасибо. Пишите больше статей. Улыбайтесь. Помашите. Мими. Спасибо, что пришли. Спасибо. Всем спасибо. Благодарю. Спасибо. Ся-Дзю-Дзю, извини, с моей сестрой случилась беда. Адвокат еще не связался со мной. И, наконец, мы хотели бы спросить, почему ресторан называется Дзяо? На самом деле, это своего рода ностальгия. Всем спасибо. Давайте на сегодня мы и закончим интервью. У нас есть последний вопрос. Прибережем его для следующего раза. Сохраните его. У Еси еще есть дела, где ей нужно присутствовать. Спасибо, что пришли. Спасибо. Хорошо. Спасибо, что согласились на интервью. Все за мной. В будущем имя Дзян-Дзяо будет известно по всей Азии. Ты мне веришь? Уверю. Стану знаменитой и повесишь на велосипед табличку «Эксклюзивная поездка Дзян-Дзяо». С руками оторвут. Наконец, все сделали. Сяо Фаня, откуда ты родом? Я из провинции Ханань. У тебя есть братья и сестры? Конечно. Ты скучаешь по старым временам? Очень сильно. Сестра Еси, у меня есть дела, мне нужно идти. Иди. Иди. Привет, господин Джан. Давно не разговаривали. Рад, что ты не поменяла номер. Я хочу попросить об услуге. Я так и поняла. Иначе ты бы не позвонил. Где ты? Открылся мой новый ресторан. Может, зайдешь выпить? Пленerman. Плен voir. Плен�ин! Плен времени! Плен branding! Плен присядьте в ресторане дела идут хорошо сестра и си наш новый менеджер не справляется со своей задачей снаружи огромная очередь многие клиенты ждали очень долго и так и не поели они расстроены просто прогони их и тогда остальные поедят их нелегко прогнать все знают что вы здесь их невозможно выгнать сегодня первый день работы ресторана если прогнать их это повлияет на репутацию и что нам делать есть идеи если у вас купоны да есть большинство из них твои фанаты они просто хотят увидеть тебя выйди раздай им купоны скажи им чтобы они пришли в следующий раз толпа естественно разойдется отличная идея выйти раздать самой клиенты боги фанаты тоже точно может быть из-за этого мы попадем за головки ну ладно поверю на слово это адвокат ван а это мой лучший друг я серьезно изучил это дело последние несколько дней я читал об этом спасибо за ваше старание служить госпожа дзян наше удовольствие многие девушки нашей фирме является поклонницами ее музыки сестра хой мне сказала что вы лучший адвокат которого она когда-либо встречал не могу говорить об этом я просто представитель фактов по ситуации вы можете сказать когда мой друг сможет выйти сейчас я не уверен в этом однако я сделаю все возможное спасибо простите за беспокойство на этот раз это хлопотно для тебя не беспокойся адвокат сказал что шансы хорошие так что не волнуйся можешь связываться с ним напрямую гонорар у него конечно высокий но это вопрос жизни и смерти не переживай если есть проблемы дай мне знать я попытаюсь как можно быстрее вернуть деньги если действительно не получится помоги попросить отстрочку джан ян почему ты все тот же всегда стараешься держать дистанцию однако видя тебя таким я вспоминаю о наших школьных днях скучаешь по тем временам я предлагаю сделку готов ее заключить какую я уволила нашего менеджера мой отец нашел замену но она появится только через три месяца если будешь работать это время в моем ресторане то я оплачу весь гонорар адвоката договорились так просто тебя научила этому жизнь позволь мне сначала привести в порядок дела в моем магазине потом и начну работать у тебя хорошо я буду ждать давайте пожалуйста наслаждайтесь спасибо добро пожаловать давай ешь добро пожаловать извините что прерываю я просто хочу спросить как вам вкус сегодняшней еды довольно приятные спасибо всем будем мы будем приходить подождите минуту я сам откуда тот новый менеджер такой красивый нравится попроси его номер диан йоси повезло всегда окружена красивыми парнями да даже парень в газете красивый слышал он очень богат правда вы закончили у готова приходите еще хорошо спасибо пошли я всегда хорошо судила о людях никогда не ошибалась ты разбираешься в вещах если ты не серьезен тебя уволят я пришла сказать что уже заплатила адвокату они уже собирают доказательства адвокат ван сказал что много сомнительных моментов но он все еще уверен в победе это здорово спасибо джиан джиао на публике зови меня только джиан яси не джиан джиао я всегда хотел спросить зачем поменял имя одна гадалка мне сказала что я не стану знаменитый если не сменю имя а кто гадал пускай мне погадают забудь об этом забудь о славе сосредоточься и работой менеджером я пойду работать давай давай Кто тебя обидел? Эта история такая трагичная. Я часто вспоминаю время, когда мы были волонтерами в Энчуани. То время, несмотря на всю тяжесть, было незабываемым. Интересно, школу восстановили? И как поживают дети? Я хотела стать волонтером после выпускного. Хорошо подумай. Это важное решение. Я не думаю, что Джан Ян тебя поддержит. Сейчас самое важное – закончить эту книгу. И привлечь внимание людей к детям в горах. Этого достаточно. После работы посмотрим кино? Я не пойду. Лучше встречусь с Джан Яном. Но это же далеко. К тому же он говорил, что заберет тебя. Я беспокоюсь, что ситуация с черным парнем еще не решена. Все эти разговоры. Думаешь о волонтерстве, а сама без него и минуты не можешь. Не такое уж преувеличение. Оставь дверь открытой. Я вернусь поздно. Мы сменили шеф-повара. Попробуй, посмотри, как тебе. Хорошо. Оставь, я попробую. Хорошо. Что ты здесь делаешь? Открыла новый ресторан и не приглашаешь на обед? Разве это не слишком? Только что принесли. Попробуй. У репортеров много фото. Брат Шэн сказал оставаться дома. А если тебе скучно, можешь вернуться в Шанхай. Мы позвоним, когда понадобишься. Над чем ты смеешься? Над тобой. Я что, такая смешная? Очень. Не совсем. Немного. Что на тебя нашло? Ты приходишь в ресторан каждый день только для того, чтобы... ...насладиться профессиональным обслуживанием? Сюи. Предупреждаю. Не испытывай удачу. Я верну тебе деньги и все такое. Джан Ян. Спасибо, что пришли. Пожалуйста, не торопитесь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok